Девушки отдыхают Москва мне сказала, Фи-фи, ты откуда? Из Минска, а где это? Я помню, что я так жутко мерзла, я в эти ноги пыталась газетами завернуть Мы сняли этот клип и дело пошло И вдруг я вот действительно проснулась знаменитой Сижу и думаю, ну что за жизнь? Останкино, аэропорт, сцена Артисты это вот как духи, это просто такой ключик к твоим воспоминаниям Помимо того, что ты, конечно, крутая артистка, ты же еще и мама Я же мать, я еще не высказывалась на эту тему Старым проверенным способом надо сходить налево Слишком читалось вот это одиночество Семейная жизнь как цель, это не моя цель Все-таки я была рождена для того, чтобы быть артисткой Давно сидите? Давно сидим, уже лет 30 Да, да, мы сегодня с Сережкой выходили к тебе Мы взяли, пили кофе с бутербродиками И Сережа загуглила розовое фламинго И говорит, ну да, 94-й год, так, знаешь, мимоходом Я говорю, 30 лет назад Дальше я увидела лицо Сережи, оно поменялось стремительно И говорит, так я это так хорошо помню Я говорю, да, ты был уже достаточно взрослым парнем Дальше еще небольшая пауза И сказала, я училась, по-моему, в институте уже Даже что-то А я с ней уже тусила А я уже, а я сказала, а я дружила уже с Аленой Мне на самом деле все пишут А я сначала, ой, не узнала Я думала, что это Бондарчук Это просто Каждая такая Мне очень повезло, Сергей, и мой прекрасный зритель У меня, значит, очень красивые в юности сегодня подруги И Ветлицкая, Сверидова, не помню еще И все говорят, вы так все похожи Не, ну всегда говорят, что я на вас похожа А тебе говорят, да Ну хорошо, не так обидно Только я все на всех похожа А я была похожа на Веру Глаголеву, Царство Небесное Я еще иногда на Жанну Фриске, тоже, Царство Небесное А я еще на Юльку Рутберг Да Тоже что-то у нас было Что у вас было? Общее В лице Ну ее путали со мной как раз-таки Нам надо как-то всем собраться Собраться, да И понять, что это просто такой вот хороший русский типаж Правильный коктейль Правильный коктейль россиянок В центре Москвы есть особенно дорогие мне места Например, Тишинка Респектабельный район с богатой историей, где я прожила несколько лет Мне нравится, что жизнь здесь бьет ключом Рестораны, музеи, бутики Если вы также хотите жить в эпицентре событий И при этом цените уют и атмосферу старой Москвы То обратите внимание на квартал Тишинский бульвар От ведущего девелопера на рынке элитной недвижимости с Майонекс Он как раз объявил старт продаж Все дома разные И высокие видовые И камерные малоэтажные Тишинский бульвар По-настоящему тихий зеленый элитный квартал У него есть собственный двор-парк Площадью больше двух гектаров С широким прогулочным бульваром А также три внутренних двора Ивовый, Рябиновый и Кленовый Где вы точно найдете, как провести время Можно заниматься йогой на парящей над прудом террасе Пить кофе в крытой галереи Или играть с друзьями в футбол и баскетбол Отдельно обращу внимание на клабхаус Здесь расположены соседский центр Фитнес со спа-зоной, бассейны А также игровая комната для маленьких жителей Честно, не встречала подобного в других элитных проектах Удивительно, как с Майнекс одержим созданием идеальных домов Сервисов и впечатлений для своих жителей Кстати, мы сняли подробный обзор Тишинского бульвара Ссылку на него оставлю в описании Уверена, вы влюбитесь в этот квартал так же, как и я Ну хорошо, но несмотря на то, что мы с тобой действительно знакомы много лет И мы даже уже обозначили примерную цифру А вот друг о друге немного что знаем Но только то, что на поверхности Поэтому я с тобой вместе со зрителем И вместе с моей прекрасной командой будем знакомиться Потому что я знала многое Сейчас, Вет, после 30 лет знакомиться, это уже сигнал Нет, ну это еще не амнезия Я реально хочу с тобой познакомиться Я ничего не знаю, Алена, о твоем детстве, допустим Мне очень интересно, как рождается вот такая звезда, как Алена Свиридова Где она рождается, при каких обстоятельствах Сразу ли ты поняла, что ты музыкальный человек, что ты артист Или вот это как-то возникло по ходу твоего взросления Потому что ты не родилась в артистической среде Нет, я не родилась в артистической среде Моя мама филолог и телевизионный журналист Папа у меня военный летчик Но, кстати, первые музыкальные такие свои Это детский сад и музыкальные занятия и пианино Я обмирала, я приходила, трогала клавиши, умирала И потом во время тихого часа вот эту картинку вижу Не знаю, вы, наверное, тоже все ходили в детский сад И такие были шерстяные одеяла, которые по краю были так вот Оверлочены суровой-суровой такой ниткой Я исхитрилась ее отгрызть Вытащить, да? И потом, зажав зубами, вот так вот на ней тренькать Я поняла, что чем короче эта нитка, тем выше звук То есть я вот тихий час занималась вот таким развлечением Потом попросила, все-таки упросила родителей Они мне купили пианино И я пошла в музыкальную школу Вот, причем пошла туда сама Должна была с мамой идти завтра А сегодня гуляла на улице и встретила свою подругу Которую мама вела на поступление в музыкальную школу Сказала, я пойду с вами У тебя 6 лет было? Да, 6 лет Пока осознанная девочка Мы жили в военном городке, он такой крохотный И там все было, конечно, рядом Поэтому все болтались Дети болтались на улице без присмотра И даже никого это не парило В общем, я пошла в музыкальную школу Меня взяли И мама говорит, ну что, мы завтра идем с тобой Я говорю, мама, уже поздно, уже я там А как тебя взяли? Я не понимаю, пришел ребенок Пришел ребенок, его прослушали И сказали, все, мы тебя берем А ты была готова, ты какой-то уже музыкальный Нет, ну музыкальную школу берут Просто они проверяют чувство слуха, ритма Есть ли шансы просто? Да, есть ли шансы? Как ты поешь? Я просто поступала в музыкальную школу в Москве Ты сама ходила так же? Нет, ребенок сдает экзамены Но это было в моем детстве Ты должен прийти, действительно, ты должна Я помню это Потому что у меня это как раз был стресс То, о чем ты мечтала Я категорически не хотела принимать в своей жизни Но меня заставили ребенка Помню, выучила какую-то песню наизусть Про какого-то Мишку Который, ну не полюсу Но какая-то дурацкая песня А мне безумно нравилась песня Красной шапочки И я была уверена, что я могу ее спеть Не хуже, чем героини Красной шапочки Это был полный провал Потому что слух у меня не особо присутствовал И я должна была какую-то элементарную песенку Сыграть на фортепиано У нас один педагог был Как это потом мы узнали С Наташей как раз Светлицкой Привет, Наташа Светлицкая Наталья Ивановна И она меня даже готовила к школе Такие были правила То есть, понятно, я не сложную композицию играла Но какую-то элементарную Ладно, разговоры не обо мне в данной программе А то мои подписчики будут меня упрекать Светлана, вы все о себе, о себе Ну тебе же тоже обо мне интересно Ну, святое, конечно, интересно, Свет Тем более, что я помню, когда я приехала в Москву И мы с тобой познакомились все-таки в галерее Art Pictures, мне кажется Да, на Фрунзенской набережной Да, это было такое наше модное место Наше модное место И я помню первое впечатление у меня было Боже, какая она красивая Да Ты была в платье И, о господи, друзья, сейчас расскажу вам страшную интимную историю Прикол И у тебя были чулки О, а где я их тогда взяла, интересно Я не знаю, такие на резиночках На резиночках? Да А я помню, знаешь, где у меня уже зафиксирована рабочая история Когда вы снимали как раз с Федором клип «Бедная овечка» на крыше Мосфильма Это был, Сережа, трындец Дело в том, что они реально выбрали крышу Мосфильма И туда надо было по пожарной лестнице ползти Без страховки Без страховки Но надо понимать, это не то, что там режиссер, оператор и Алена Там массовка была Да Сейчас бы, наверное, это вообще не портанало Музыкальные инструменты У нас было там человек сто Какие-то артисты Вот все, что мы видим Это на крыше Мосфильма Без страховки По простой пожарной лестнице Даже которая не защищена ничем Мы ползли В итоге мы туда доползли Это было еще нормально Но надо было спуститься А вот тут я поняла Что подняться проще, чем спуститься Да Я это помню А я еще помню, что как раз мы снимали овечку И у меня вечером вдруг вылез флюс И я утром просыпаюсь Ну я вижу, что у меня пухшая щека А уже как бы все И я все старалась этой щекой И там пришла всякая расстроенная очень Что я такая буду некрасивая Но ничего, это было незаметно Хорошо Вернемся в твое детство Ты поступаешь в самостоятельную музыкальную школу И это в каком городе происходит? Это происходит в военном городке под Минском Но спустя полгода Мама выхлопала квартиру нам уже в городе В Минске И меня переводят в школу Такую специализированную С музыкальным уклоном Десятилетка Она приравнивается к музыкальному училищу По статусу Можно потом после нее сразу в консерваторию поступать И там я тоже помню Я вот помню ведь хорошо эти поступления Потому что я общалась очень часто Как бы с мамиными друзьями И все взрослые вообще казались мне друзьями Я совершенно не чувствовала никакой дистанции Там учитель или это там директор Поэтому когда мы пришли поступать в новую школу Я так вот так села И сказала там Ну Иван Петрович, рассказывайте Как там ваша жизнь? Да, все грохнули Почему у тебя такое было ощущение? Так воспитывали дома? Ну какая-то вот открытость такая вот была Вот очень позитивная такая история И я пела песню при поступлении Там, деточка, а какую ты песню хочешь спеть? И я спела песню, которую моя мама пела В походе, когда они ходили там на Дамбай Звучала она так Пошел купаться вербелей Оставив дома Доротею Собою пару пузырей Забрал он плавать не умея Сколько тебе лет? Семь? Ну семь, да, семь И дальше там история Как в общем-то он утонул в результате любовное И тоже такие все Интересное дело Интересное кино Ну короче, меня взяли Зато на каждой переменке Я приходила в учительскую Садилась и говорила Ну что, ребят, как дела? Beauty has no age Так звучит слоган нового бренда уходовой косметики Рисон У бренда есть увлажняющая и антивозрастная линейка У Рисона мне понравился ночной уход Начну с фаворита Это крем из линейки Уэл Эйдж Крем очень питательный В составе есть японский шафран Он обеспечивает защиту от стресса и старения Внимание, крем подойдет людям с чувствительной, сухой и зрелой кожей А для нормальной и комбинированной будет тяжеловат А для тех, кто борется с сильной сухостью Советую раз в неделю наносить ночной крем-маску Также в антивозрастной линейке есть крем для глаз Он смягчает морщины, устраняет темные круги и отечность В составе крема есть такое вещество, как сквалан Он содержится в кожном себуме, которые создают защитную пленку Поэтому с этим кремом кожа вокруг глаз не теряет влагу И взгляд выглядит более свежим С ночным уходом, пожалуй, достаточно Из дневного мне понравился тоник из питательной линейки Hydra Wave Он очень хорошо смягчает кожу Наношу сначала его, а потом дневной крем-оплив с SPF 15 И последняя сыворотка для шеи и декольте Мы наконец-то сняли свитера с горлом, поэтому пора вводить уход за этими зонами тоже Все эти средства представлены только в Литуаль Ссылку на страницу бренда оставляю в описании Наслаждаемся весной и с собой Ну то есть у тебя это как бы... Такая милая детская непосредственность Но другие же дети так не делали? Не делали, не знаю Но потом как-то мне все-таки объяснили, наверное, что это не совсем верно По субординации Да, по субординации Но у нас были очень хорошие учителя, они были молодые все Потому что школа вот такая, экспериментально ее открыли Она висит на этой школе, здесь училась Надо съездить Проверить Дело в том, что эту школу постоянно здание само перемещали из одного здания в другое Сначала она была в центре, потом еще где-то И потом в такой тьму таракани, но зато огромное новое здание открыли Это в Минске В Минске, что я даже в девятом классе музыку бросила И сказала, не хочу я вашей музыкой заниматься, надоели, хочу гулять И, короче, я ушла в школу рядом с домом, чтобы никуда не ездить Сбылась моя мечта, потому что я ездила по часу Знаешь, как лучшая школа, которая рядом Которая рядом, но Я сразу где-то, ну, наверное, через месяц я почувствовала разницу Все-таки у нас была Она сначала маленькая, у нас всего по одному классу было Всем музыкой занимается То есть, ну, немножко другой, да Вот, другой был как бы уровень И я вернулась назад, но меня взяли только уже на следующий год Сказали, доучивайся, собирайся с мозгами, занимайся То есть обиделись на тебя? Ну, просто, нет, не обиделись, сказали, что, ну, просто посредине года Это нельзя технически было сделать То есть ты год потеряла Год я потеряла, поэтому я в консерваторию не поступала Потому что я не изучала гармонию в этот год А самостоятельно я уже, ну, как бы не успевала это все догнать Вот, так что я поступила в пединститут на МУСПЕД факультет Просто под пиханием мамы Должна быть понятная профессия Понятная профессия, учитель музыки Это прекрасная профессия для женщины Я говорю, мам, я не хочу быть учительом Потом разберемся Ну, так оно и получилось, что потом мы разобрались Ну, ты закончила именно это Я закончила МУСПЕД, да, как учитель музыки Учитель музыки и пения И по распределению я год отработала в общеобразовательной школе Учителем пения И могу сказать, этот год Он заложил вообще всю мою артистическую, вообще вот базу Как так случилось? Рассказываю, когда у тебя 30 маленьких детей У меня было с 1 по 3 класс Вот, 30 Они приходят после математики, русского После всего, где им там вот просто Их прибивают, чтобы они там сидели, писали, думали Они приходят на пение Так это ж праздник какой-то, да И они начинают беситься Вполне понятно почему Но твоя-то задача Этого как бы не допустить И сделать так, чтобы им было интересно И вот тут стало понятно Если ты артист, ты можешь заставить всю вот эту Коблу, как я их называла, да Собраться и тебя слушать Потому что есть же программа, которую нужно им там задвигать И это было очень круто Вот просто Но ты миксовала в школьную программу с какими-то песнями, которые... Я их обучала все, что я знала Я им... Если у нас оставалось время Я садилась им, играла там Битлз, Квинн, Роллинг Стоунс Потом всякие бардовские песни Очень нравилось Да, то есть они понимали, что это... Очень нравилось И еще очень вот интересное наблюдение Я все думаю, почему же так Вот Все дети Очень любили песню Вставай, страна огромная Да? Почему? А вот гениальные произведения В них что-то заложено Какая-то энергетика Они не понимают даже про что Но они понимают вот эту мощь Что-то вот, которое объединяет, да И они очень смешно путали слова Они пели... Там текст Дадим отпор душителям всех пламенных идей Насильникам, грабителям, мучителям людей Ну, детям понятно За исключением одного Они все дружно, не сговариваясь, пели Насильщикам, грабителям Мучителям людей Я, конечно, угорала Я вот это играю Я еле вообще сдерживаюсь Они буквально... Нельзя было все это снимать Со слезой, да Не на что было снимать И вот Это, конечно, очень трогательно Да И действительно Вот то, что действует То действует А не случилась Может быть Такая ситуация Что уже взрослые дети Которые вспомнили, что это и была Учительница их музыки Никто тебе не писал Ну, писали как-то, да, мы писали Да, писали Типа, Алена, я был вашим учеником Да, они тебя узнали Да, писали Кто такие носильщики? Да, Алена говорит А кто такие были носильщики? Носильщики, понятно Выносят что-то Твое добро-то выносят из дома Ты первый раз достаточно рано вышла замуж Да Сколько тебе было лет? 18 Ну да, раньше уже там сложнее Есть случаи Но ты не из беременности Что ты позже родила Нет, я родила позже Я просто У меня Мой первый муж Он был у меня намного старше Мне было 18 А вот ему было уже 27 И ему Как бы это уже надо было Жениться И ведь тогда у нас Не было каких-то Альтернатив По большому счету Вот ты встретил девушку Ты ее Она хорошая Из хорошей семьи Женись, конечно Вот И родители поддержали Наверное Мама вообще-то Не сильно хотела Чтоб я так рано Выходила замуж Но Как-то Он мне сказал Давай жениться Я сказала Ну да, наверное Наверное, да И очень был смешной вариант Я в институте Это было Это все в Минске В Минске На втором курсе Института Я встречаю Нашего декана Он был очень приятный Андрей Ефимович такой Я говорю Андрей Ефимович Он говорит Ну как твои дела Я говорю Я замуж выхожу Он говорит Ну хорошо А давно вы друг друга знаете Я говорю Да Два месяца Он ничего не сказал Он так бедный Но мне казалось Что это целая вечность Безусловно Конечно Это все было рано Очень рано И потом уже родился ребенок В 21 год я уже была с ребенком Я закончила институт И вот пошла работать в школу Выглядела, конечно, очень молодо И Как и сейчас И дети не сразу Это твое Это наше, да, семейное Дети не сразу меня называли на вы Они, ну как-то вот Думали, что ты какая-нибудь там старшклассница Ну да Они вот как-то так Потом мы их там переучивали То есть они тыкали тебе Тыкали, да Тыкали Ну ты чего По любви песни Хорошо, ну Ты после Минска Сколько тебе? Лет 29 был Когда ты переехала Когда я приехала в Москву Мне было ровно 29 лет Да Такой вроде молодой возраст Но уже такой зрелый А учитывая, что ты уже И замужем побывала Ребенок у тебя Сколько? 9 лет Да Это такой прямо Решительный поступок Как случилось это? Ну дело в том, что Я после того, как я год отработала в школе Потом я еще 5 лет работала В институте культуры На кафедре хореографии Я была концертмейстером И играла как раз балетным всем танцором Там народные танцы, классические И в какой-то момент я вдруг понимаю, что все Я хочу быть артисткой Как ты это поняла? Ну на самом деле Еще с детского сада Пресловутого, о котором я начала говорить Я солировала в хоре Пела песню про юного барабанщика Выступала И мне хотелось везде быть Вот что-то петь Что-то рассказывать Развлекать людей Развлекать Очень хотелось И когда я даже сама себя спрашивала Вот, а зачем я живу В раннем возрасте И я себе отвечала Для радости Вот Даже не для своей А чтобы вот людям Радость доставлять И вот как-то Вот этот момент И мне все время хотелось Вот ее как-то доставлять И в институте Когда я училась Я тоже Я уже играла на гитаре Что-то даже там писала Какие-то песенки Или пела бардовские Там Никитина, Висбора Вот Суханова И ездила по концертам Таким местного значения Ну в общем Как бы я все время Ужет была Как бы такой Концертирующей артисткой А пионерский лагерь Ты что Вот там я была Звездой-звездищей В пионерском лагерь Я просто выходила С гитарой И пела там все Ну когда ты просто отдыхать Ездила на каникулы Как ребенок И не ты приезжала Как ребенок Нет, как ребенок Вот как раз еще Это было Ну старшие классы Там Восьмой Девятый Седьмой Восьмой Девятый Это я там Вот вкусила Вполне Правда Вместе со Славой Я оттуда привезла А педикулез Почему? Да потому что там же Все пользовались Всем Да, все менялись Шапками Расческами Майками Чуть ли не трусами Это как бы Вполне было Да И когда такая звезда Звезда приехала домой Мама так смотрит Говорит Батюшки Посмотрите что Посмотрите на нее Ну кстати В Англии До сих пор Это очень распространенное явление Во всех этих закрытых школах Ну потому что Естественно у детей Вот нет ощущения Пока еще Как бы Такой вот Чистой гигиены Или ощущения Вот это мои вещи Нет Это все вокруг колхозное Да Все вокруг Мое Ну вот И собственно говоря Когда я уже поняла Что я хочу быть артистом Я даже себе сказала Мне все равно куда Я даже в цирк пойду Вот Я просто хочу Очень вот Не играть А кто-то танцует А я хочу Сама Петь и танцевать Какая твоя первая песня Первая песня У меня Была Под названием Призрачный герой Она на альбоме На первом есть Я ее записала Будучи этим Концертмейстером Потому что У меня на курсе Были два студента Которые Играли В молодежной группе И они мне показали Свои работы О, как круто А где вы писали И там Что делали И они мне дали людей Там Аранжировщика Студию Дали мне контакты И я вот С этими людьми Как раз Сделала Свои первые песни Первая песня Это какие Вот Никто никогда Призрачный герой И просто Кончила зима Вот Вот Здесь Наконец Я Врела Тебя Мы Долго Были В пути У меня было Три песни Которые Я сделала В Минске Но ты этот материал Кому-то отправляла Нет Не отправляла Еще не отправляла Но Меня взяли Работать в театр У меня было Настолько Сильное желание Стать артистом Что однажды Я встретила За кофе Своего Приятеля Актера Алексея Шитько Он До сих пор Работает В Белорусском В Минском Драматическом театре Имени Горького И он сказал Что Слушай У нас в театре Ставят пьесу Нет поющей актрисы И сейчас у нас там Кастинг Пошли сходим Я говорю Леш Где я Где театр Я там была Последний раз Не помню Как далее Еще в детстве Наверное Вот Он говорит Да ладно Пошли И я Вообще Просто Как бы У меня было Свободное время Я решила Как говорил Карлсон Немного Поразвлечься Вот я туда пришла Мне говорят Ну Вы поете Я говорю Да Ну спойте Спойте Я говорю Я еще играю Ну сыграйте Сыграйте И спойте А теперь представьте Что вы там Та-та-та Ну-ка Давайте Я так Да И короче Оставился спектакль Амфитрион Где я должна была играть Ну как бы роль была Алкмены То есть Главная женская роль Ну и вот Я там пока веселилась Без всякого Там Какого-то Стеснения Или комплексов Потому что для меня Это просто был Just for fun Что называется Я выхожу Говорит Подождите Здесь Через пять минут Выходит Говорит Вы знаете Мы вас берем И вот тут Конечно Тут вот у меня Это была не моя сцена И Я прихожу домой А ты еще За мужем За Или вы уже Нет Мужа я уже В тот момент Успела поменять Это второй муж Это был второй муж Но мы с ним не женились Но уже жили достаточно долго Вместе А он был Бывший актер Который хотел стать режиссером И который Всю свою энергию И силой Вот на это Как бы бросил И я прихожу к нему И говорю Слушай А меня берут Работа в театр Он говорит Как в театр Ты кто Я говорю Ну вот Наш любимый Театр Драмы Имени Горького И предложили главный Он сначала не поверил А потом Свет Вот я могу себе представить Почему У него просто упало лицо И он стал мне говорить Ты халявщица Ты халявщица Так нельзя Так нельзя Приходить с улицы И чтобы тебя брали И собирать роли У артистов Которые Учились пять лет Короче мы с ним расстались Из-за этого Да Из-за этого Он это не смог пережить Вот серьезно Потому что он Несколько лет И что-то у него не получалось Он написал Ну короче не получалось Да И тут человек такой С ноги Зашел в театр В театре на самом деле Актеры тоже все офигели Все прекрасно знали Что у меня нет Театрального образования И я видела Такие вот лица Не очень-то Знаешь Как бы Расположены Ты тоже получила Но потом Я поскольку Ко всем бегала И говорила А научите меня А научите А сделай И они Вот это их как бы Подкупило Что я там Ничего из себя Не корчила Они уж там Придумали Различные Мотивы Почему Почему меня взяли Я была любовь Я была любовница В декабрь Нет, ну слушай, давай, Алена, как ты выглядела? Ты же вообще была не похожа ни на кого. Ты была похожа на Анну Леноксу. Вот так для меня, а я была ее фанаткой. Поэтому, когда такая необычная девушка на нашей эстраде появилась, которая, ну, достаточно понятная была, там были очень красивые девушки, но с короткой стрижкой, такие какие-то худые, такие странные, немножко так это все выглядело очень красиво, но чудно. Ну, чудно, да. Все-таки я понимаю, что когда я в Минске так вот коротко стриглась, мужской парикмахерской, они прямо вот долго меня крутили. Вы уверены, что вы так хотите? Да, я уверена. А куда тебе эта стрижка возникла? Как она? Посвящение Анны Леноксу? Расскажу, как она возникла. Вот, сейчас все узнаем. Китомир. На самом деле, все великие вещи, они осуществляются очень такими простыми, затрапезными, вообще, имеют причины. Сожгли волосы. Я пошла делать, у меня были длинные волосы, я пошла делать милирование. Сожгли? Не то, чтобы сожгли, а просто взяли какие-то очень широкие пряди. Сделали зебр. И получилась я реально зебра, какая-то вот, у меня свой цвет такой, как у тебя сейчас, русый, да? И такие какие-то желтые... Красиво. Желтые полоски. И я глял, но я сказала... Ты была тигром? Да, это что-то... Но это было туманч, конечно. И я после этого думаю, ладно, все, режьте, режьте нафиг. Смело. Да. И я выступила на разогреве у Титамира, и тогдашний директор Титамира Юра ко мне подошел, попросил переписать песни. И потом буквально через пару недель он позвонил и сказал, что он нашел деньги, и можно что-то сделать в Москве. Это какой, 92-й? 92-й, да. И я пришла к главному режиссеру, который меня взял в этот театр. Буквально упала ему в ноги, вот на самом деле, сказал Борис Иванович, я понимаю, что я просто су, и все остальные слова, которые можно взять. Но понимаете, я ведь тоже всю жизнь занималась музыкой. Вот у меня есть такой шанс сейчас. Я понимаю, что я вас просто подставляю, и что это самое ужасное, что можно быть. Потому что он так вот посидел, ну, сказал, ну, что я могу... Ну, на самом деле, наверное... А ты отдала кто-то еще взамен? Нет! Спектакль вышел в результате, ну, через полгода. Вышел уже? Заново, да. Он ее... Заново, да. Он меня отпустил, и мы с ним остались в прекрасных отношениях. Просто, да. Ты честно пришла и... Ну, я честно все вот рассказала, всю, как бы, вот историю шести лет с этой... С ниточки. И вот, как бы... Это тоже был риск, потому что там ты уже в главном театре Минска, а тут ты на распевке у Богдана Титамира, у мега-звезды того времени... Но меня не на распевку пригласили, а для того, чтобы записать мои песни. И мне сказали, а сколько у вас есть песен? У меня три, как вы помните. А ты говоришь, пять? Я говорю, восемь! Десять. Восемь, да. Без десять. Ну, восемь, да? А откуда у тебя восемь возникло? Ну, просто хорошее число. Ну, просто хорошее число. Я понимала, что надо больше, да? Потому что три — это не про что, да? И тебе надо их написать. И, короче, мы договорились, что я вот, ну, приезжаю там через, ну, две недели. Пять песен я написала за две недели. А текст-то кто писал? Ну, кто? Я, да. То есть я поняла, что когда вот приспичит, вот эти все отговорки, ой, муза не пришла, ой, вдохновение, все это чушь собачья. Вот это был вопрос жизни и смерти. И как бы, и весь первый альбом, он фактически вот так и, так он и сделан. Когда вот выпучив глаза, ты сидишь там вечером, вот целыми днями, вернее, что-то там это делаешь. Но при этом ты уже переехала с сыном в Москву? Нет, сын остался. Мама сказала, что родители мне помогут. В принципе... Они поддержали тебя? Они поддержали. Когда мы приехали в Москву, мы стали записывать эти песни. Выяснилось, что на студии музык... Ну, вообще, кто их записывал, там люди, они к этому очень прохладно как-то отнеслись. Какие-то странные песни. Для них? Для них были странные, потому что вот тогда вот Алена Апина была, Ксюши, там Юбочка из Плюша, да, Лёха-Лёха. Прекрасные песни, но мои-то совсем другие, да, совсем другие. Было два человека. Это вот мой директор Юра, который верил, и тоже царство небесное, Саша Шевченко. Вот они как-то, им нравилось, они верили. И я помню, вот пока мы это записывали, вот эти там песни, я жила вместе с Юрой, с его женой и мамой в однокомнатной квартире. Реально. Потому что вообще непонятно, как бы, да, как бы на запись еще деньги давали. То есть не сильно, денег-то и не сильно было много, и на клипы надо было. Потом все-таки там мамины друзья сделали мне комнату в общежитии Академии медицинских наук. На Соколе. Я жила там. Вот потом еще. Дальше у меня был период, я всю жизнь по приютам скитался. Реально как-то. Тут поживешь, там поживешь, пока денег еще нету. Потом все-таки оно вдруг... Вот мы сняли этот клип «Никто никогда», и дело пошло. И вдруг я вот действительно проснулась, проснулась знаменитой, да? Когда меня первый раз узнали в ларьке, я там что-то покупала. Как они у тебя сейчас сказали. Но они правда узнали мне так. А, это вы та девушка, которая с верником и с собаками. Ну видишь как. Да, я говорю, да, это я. Дело пошло. И тогда уже как-то я сняла квартиру. Где ты сняла квартиру? Первая квартира у нас была на Домодедовской тоже. Мы жили уже вдвоем, втроем, вернее, Юра со своей женой Наташей и я. А потом уже я сняла уже квартиру в центре тогда, в чистом переулке. Вот моя первая была уже, где я жила сама. А Москва как тебя приняла? Тебе понравился этот город? Или сначала? Сначала нет. Сначала Москва была, конечно, по сравнению с Минском, она сильно проигрывала. Она была темная, она была большая. Она как-то не была куда приткнуться. Минск, он с широкими тротуарами. Вот тротуар просто как дорога. И все гуляют, всякие кафешки. То есть там была светская жизнь. Там были какие-то очаги культуры, куда собирались художники, музыканты, актеры, артисты. В каких-то местах это уже было. Там попить кофе, там что-то еще. В Белоруссии такие кофейни назывались кавярни, потому что кофе – это кава по-белорусски. И вот в этих кавярнях собирался народ. И, в общем, мы тусовались там, говорили об искусстве, и было очень классно. А Москва была темная, голодная, холодная. Эти расстояния, черти куда ехать. А у меня были осенние ботинки. На любой случай в жизни. Они были итальянские, но они были осенние. Тут как раз морозы, как вот такие, как ударили. Я помню, что я так жутко мерзла. Я в эти ноги пыталась газетами завернуть, чтобы как-то теплее было, чтобы там теплые носки не влазили, и там что-то. Я помню, что я все время мерзла, и все время хотела есть, потому что она еще была такая голодная, это Москва, там ничего не было. И мы ели макароны. Я недавно нашла фотографию, где я стою. Видно, я понимала, что это будет таким необычным моментом в жизни нашей страны. То есть я стою, прилавок там стоят, макароны, и что-то еще, какая-то типа тушенка, ну что-то очень странное. Я стою, достаточно модно как-то выгляжу, и смотрю на этот прилавок. И это еще сколько-то стоит, я не помню. Ну как по-другому же рублю. Да, сейчас я уже даже не помню. Я сейчас не помню. Сколько тогда? Я нашла недавно эту фотографию, я прям зависла. Это было оформление витрины. То есть так, ведь ничего не было. Если это всего два продукта было на витринах, наверное, эти два продукта можно было купить. Но макароны там точно были. Макароны были, да. Я из Белоруссии привозила продукты. А там все было круче. В Белоруссии была всегда гораздо лучше, да, она по снабжению. В общем, я такая приехала, на самом деле, столичная белорусская девушка в Москву, а Москва мне сказала, Фи-фи, ты откуда? Из Минска, где это? Реально, да? И я так думаю, что за фигня? Как-то там я была такая как бы классная, меня все знали, у меня была главная роль в театре, это круто. А тут я вообще никто, и звать меня никак. Но ты не обломалась? Обломалась. Поначалу обломалась, у меня не было друзей, поскольку даже, ну вот, все люди, с которыми мы работали, ну как-то у всех свои дела. Там, ну, у кого-то семьи, там, девушки, юноши, да. И мы закончим студию, они все-таки, ну все, здорово было пока, и они все разъезжаются. И я такая, упс, а мне, а я одна. Вот. А как возникли друзья, кто первые люди, с кем ты именно подружилась в Москве? Подружилась я сначала, первый концерт у меня был с Валерием Леонтьевым, мне, там, вставным номером туда, в концерт, пока он там отдыхал, переодевался. И вот его музыканты, и его танцоры, вот с ними я подружилась. И вот как-то мы с ними общались, и они куда-то меня там вытаскивали на тусовки. Вот. А потом со мной подружилась такая девушка Арина, и она меня вытащила в Белый таракан, кстати. Ну, это культовое место. Да, культовое место. И там я уже подружилась со всеми. И, но это уже, мои клипы уже показывали. Это 94-й год, наверное. Да. Ну, 93-й даже, 93-й. Клипы уже показывали, и люди уже знали, кто я, и отношение было радикально другое. Вот прямо со всем. Сразу ко мне бежали, сказали, о, как здорово, это здорово. А я про себя думала, а что же вам типа полгода назад было не здорово? А я же не изменилась, и песни те же самые, да? В общем-то, не здорово, а сейчас здорово. Ну, это, конечно, это совершенно естественная вещь. Я понимаю, что это глупо было обижаться. Твоя судьба, она такая очень красивая, необычная, но при этом твои примеры доказывают, что иногда не надо бояться что-то менять. Ты меняла, извините, мужей, достаточно регулярно. Ну, пожалуйста. Они в этом не виноваты. Это я все искала причину, почему же я не чувствую себя счастливой. А почему ты себя не чувствовала счастливой? Ну, потому что... Скучно становилось. Потому что семейная жизнь, как цель, это не моя цель. Все-таки я была рождена для того, чтобы быть артисткой. И когда это не удовлетворялось, я думала, что, может быть, потому что это что-то... Мужья не такие. Это было неправильно. Мужья были прекрасные. Ну, просто они были люди со всеми недостатками, достоинствами. А ты шла дальше. Я шла дальше, да. Конечно, ничего не надо бояться менять, но это, может быть, не всем дано. Но это не всем надо, конечно. И не всем надо. Потому что я всегда, когда я что-то меняю, я просчитываю. Просчитываю вот что. Я просчитываю самые лучшие варианты и просчитываю самые худшие варианты. Вот. Что может быть, если вот... А если вот так вот? Что может быть? Если я понимаю, что я могу принять и самый худший вариант, ну вот если так случится, то что? Ну вот будет так-то, так-то, так-то. Ну, допустим. Давай как пример. Ну, допустим. Вот сейчас не получится у меня в Москве ничего. И как я вот, как побитая собака, вернусь уже в театре работы у меня вряд ли не будет. Да, это уже свинство, конечно. А что будет? Ну, бывший парень, он уже... Парень уже давно бывший, уже парня нету. Вот. Ну да, как бы родители, родители, ребенок. И я вот, что я буду делать? Потом подумала, ну ладно. Институт. Ну, короче, да. Ну, что-то там. Ну, придется, наверное, так. То есть, конечно, это очень перспектива меня совсем не радовала, но в принципе... Ну, жить можно. Ну да, пока еще никто не умер, то можно, да. А как родилась песня «Розовое фламинго»? Ну, просто это самое твое. Вот когда спрашиваешь, Алену Свиридову, все говорят «Розовое фламинго». С первого раза. Извини, попадай. Ну, хорошо. Да, потом поговорим про сегодняшнюю песню. Ну, все-таки давай про «Розовое фламинго». Как она родилась? Я ехала в поезде в Минск, и вот не спалось, и я там что-то вот... Писала, ну, писала просто текст, как очарованный скиталец, небесный странник, что-то вот... Я чувствовала себя таким скитальцем. Вот я скиталась, действительно, между Минском и Москвой. У меня, кстати, даже до этого у меня было такое стихотворение, написала... Вот, Свет. «Зимняя Москва, Мачеха моя, Как сурово ты встретила меня, Стать тебе родной, Так хотела я, Не жалей, прошу, Место у огня. Серые дома... Чёрт. Серая Москва... А, забыла одну строчку. «Но такую жизнь выбрала сама, Даже сквозь асфальт Прорастёт трава». Вот. И я вот в этом состоянии и находилась. Вот такое длительное состояние такое. И вот, опять же, А я что могла транслировать? Только его и могла. То, что чувствую, То и пишу. И вот я стала очарованный скиталец, Вот это ты. Да. Что-то розовый фламинго. Оно туда вот. И вдруг возникло розовый фламинго. И я вот представила, Куда можно убежать Вот в эту чудесную страну. И вот сразу розовый фламинго, Дитя заката, Здесь танцевал когда-то. И дальше я вот на одном дыхании Написала это от начала до конца. Вот у меня там бумажка лежала. А музыка как родилась? А музыка приехала домой, Взяла гитару и вот прямо сразу и спелась. Вот как-то. Потому что уже было заложено ритмическое. А у тебя чаще как бывает, Что ты музыку пишешь, Потом слова или наоборот? В основном идет какой-то образ, Словесный, да. Который может задать что-то. Либо ритмическую какую-то часть. Иногда пишу на музыку, Что-то тоже может быть. Но чаще все-таки идет от образа, От текста, да, От этого образа. Вот. Так что вот приехала и записала. Ну ты почувствовала, Что ты хитно написала? Нет. Не поняла? Первый был Аркадий Арканов. Я с ним уже подружилась на съемки. Он, кстати, был Тоже один из первых Моих друзей и покровителей. Он тоже меня приглашал часто домой. Вот. Кормить. Ну они с женой там, значит, Меня кормили, Чаем поили. Как-то так привечали. Потому что, наверное, Слишком читалось вот это Одиночество мое, да. Слишком оно читалось. И я ходила по центру, Он жил на Сивсом Мрашке. И он мне говорил, Ну ты тоже скоро здесь будешь жить. Ну вот. Вот, кстати. Да, да. Так и случилось. Так и случилось, да. Я все время ходила и заглядывала В окна. В окна, да. Я тоже люблю. У меня же релиз Да. новой песни. Песня называется Розы морозы. И следующая песня, Которую хочу выпустить летом, Она называется Шампанское. И там такой припев Налей шампанского, мой друг, Оно с утра заходит так легко. Это правда. Мне кажется, что летом Это будет очень и очень. Очень красивая песня. И сейчас я выступаю несколько, Ну я уже давно так выступаю, Как пять лет, В такой акустической программе. Я сама играю на гитаре, На рояле. У меня еще второй гитарист, Контрбасист и барабанщик. И вот мы таким составом играем Постоянно. Постоянно сейчас. Все мои песни, Включая розового фламинго. И эта версия, Она в такой, Она близка к тому, Когда я ее писала, Играя на гитаре. Такой джипси джаз, Немного вот такой. Очень драйвовая. Рекомендую некоторым музыкантам Послушать. Вот. Короче, друзья. Конечно, все это классно, Рассказывать про розового фламинго, И как все начиналось, 580 миллионный, 625 тысячный раз. Вот. Но, конечно, Всех артистов, Если они живут еще, И продолжают этим заниматься, Творчеством. Конечно же, Хочется, чтобы знали, Что они делают дальше. Хотя объективно, Я прекрасно понимаю, Что вообще-то новой музыкой Интересуется молодежь. И молодежь интересуется, Естественно, своими. Или я должна еще стать, Как бы уже уйти в небытие, И тогда могут они меня откопать, И сказать, О, да, это было круто, Слишком далеко от них, Чтобы, Как бы, валить, Что это старпера, И слушать их не надо. Но, А вот люди нашего поколения, Вот они как знали Розовый фламинго, Они больше даже не пойдут, Не поинтересуются, Да, Потому что они перестали Интересоваться музыкой. Вот что-то где-то по радио играет, Они скажут, Ну, да, да, наверное, Кто там, Или по телеку. Но сами они не проявляют Ровно никакой музыкальной активности. Это, к сожалению, факт. Вот. И с этим надо жить. Ну, мы часто ходим на концерты, Володя Преснякова, Ну, где-то, Или он умеет. И вот там то же самое. То есть он молодец, Они активно, конечно, Выпускают новые песни. Ну, кричат, Жану, давай! Да, Жану, Какой-нибудь Зурбаган, И я же с ними. И, конечно, я вижу, Насколько это всегда триггерит. То есть у тебя же новые есть проекты, Новая песня. Все хотят стюардессу по имени Жану. Артисты, это вот как духи. Это просто такой ключик К твоим воспоминаниям. Да, вот ты под эту песню целовался, Под эту еще, под эту. Это все вот такой вот прямо Музыкальный фон вообще твоего кино, Твоей жизни. Понятно, да. Но вот, кстати, По поводу вот этой песни Розы Морозы, Давно не было такого отклика Именно на песню. Вот на песню. Не то, что я красивая, Это, конечно, тоже было. И похоже на Светлану Мударчук. Отлично. Именно вот песня, Поскольку она получилась Очень-очень простая, Такая история. Ну, я не знаю, Могу взять гитарку, Ее наваять. Алена Смиридова и ее новая песня Розы Морозы. Стоял Мороз, Минус двадцать, Ты принес мне цветы, Я б могла догадаться О том, что мне скажешь ты, Что даже в эти морозы Твоя любовь расцвела, А мне не нравятся розы, Такие дела. И фильм был тоже ужасным, Вполне достойным тех роз. Мне так хотелось сбежать, Но ты смеялся до слез, И целопал в мои руки, И я растаяла вновь. А может быть, эти муки Есть любовь. Санки с горки покатились, Трелки замерли в часах, Мы с тобою очутились Вновь на разных полюсах. Отчего же так спешили Мы в объятия друг друга, Виновата зимняя вьюга. Санки с горки покатились, Трелки замерли в часах, Мы с тобою очутились Вновь на разных полюсах. Отчего же так спешили Мы в объятия друг друга, Виновата зимняя вьюга. А за окном вылазь тушь, Кружилась вальсе метель, Я приготовила ужь И постелила постель. И мы с тобой танцевали По добрый старый винил, Санки с горки покатились, Трелки замерли в часах, Мы с тобою очутились Вновь на разных полюсах. Отчего же так спешили Мы в объятия друг друга, Виновата зимняя вьюга. Виновата зимняя вьюга. Виновата зимняя вьюга. Виновата зимняя вьюга. Мы все-таки закончим «Фламинго», уж ты меня прости, дорогая. Да ну вас! Подождите, «Фламинго» не так надо играть. Смотрите, как надо играть «Фламинго». Час туманный, предрассветный, Спящий город мы покинем, И уйдем тропой заветной, Где мазером на равнине, Где закаты цвета вишни, А дуряюще прекрасны, Здесь никто не станет лишним. Ты узнаешь, что возможно, Здесь не думать о разлуке, И не сдрагивать, стревожно, И не маяться от скуки, И не помнить о расплате, Не играть, сбросить маску, Мы нашли любовь и ласку. Розовый «Фламинго», Дитя заката, Розовый «Фламинго», Здесь танцевал когда-то, Может, в жизни прошлой, Мне сразу вспомнить, Думай о хорошем, Я могу исполнить. Помимо того, что ты, конечно, Крутая артистка, Ты же еще и мама Двух парней. Я же мать. Ты же мать, не забывай это. Один парень у тебя совсем взрослый, Второй тоже уже, кстати. Да, второй уже совсем взрослый, Здоровенный дядька. Ну, Григорий, я вот видела, А вот старшего не помню. Я вот с ним знакома. Ты его нет, не видела. Он живет в основном. Он в Канаде живет. Да, он живет в Канаде уже давно. И я вот ездила к нему в прошлом году. Все редко видите. Редко мы видимся. И это большая... Я вот до сих пор думаю, Что это моя большая ошибка, Что я его туда отправила Вслед за отцом. Отец как бы поехал на ПМЖ, Там его вызвали работать. А я отправила Васю туда учиться. Но как-то он там и остался в результате. А я осталась без ребенка. И у нас с ним такой хороший коннект, Контакт. Вот прямо нам нравится одно и то же. Все у нас вот... Это очень здорово. И мне его страшно не хватает. Ну, как вы часто созваниваетесь? Ну, созваниваемся часто. Еще в Канаде это разница во времени. Это вот ужасно тоже. Которое дает тебе очень маленькое окно Для созвонов. Ну, конечно, лучше, чтобы он был поближе. Ну, он там уже... Он же канадец уже. Ну, он канадец безусловно. Давно уже канадец. И вот что. Ну, конечно, я сделала то, О чем мечтала сама. Я бы тоже хотела бы учиться за границей. Вот если бы мне сказали, Только вы пятки бы сверкнули в свое время. Но сейчас я понимаю, Что когда родители отправляют детей учиться за границу. Да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт Вот этой студенческой жизни общей. Если они вернутся, У них вот этот большой такой пробел. Потому что они вернулись оттуда С теми уже с какими-то... Ну, не воззрениями, Ну, в смысле уже привычками, Обучением определенным. И здесь потерянное у них вот это время. Если они остаются там, Они все равно остаются нашими. То есть, в общем, Мы обрекаем вот этих детей В каком-то... Они как блуждающий форвард. Это достаточно такая история непростая. Хотя все как бы... Все люди, которые могут себе позволить, Говорят, да, вот мой сын учится там, Моя дочь учится там. Хорошо ли это? А вот большой вопрос, На самом деле, Для будущего этих детей. А Григорий? Григорий учится здесь. И у него нет паспорта заграничного, да. Чем он занимается? А Григорий учится в ГИТИСе, На актерском. Ничего неожиданного. Ничего неожиданного, да. Поэтому, ну, что-то он тоже пишет там, Какие-то рассказы. Ищет. Ищет вообще. Очень сейчас трепетный Григорий. Ему сколько? 20. 20. Да. Прекрасный возраст. Так удивительно, Сменик, Как будто он родился вчера. Да. Я помню. Ален Сверидова родила. Да ладно? Круто. Я помню это состояние. Я вот на него смотрю, На вот эти вот косая сажень в плечах, да. Да. А где вот этот мальчик маленький, беленький? Он сейчас пока у нас бегает, Петя. Но даже за этот год, на самом деле, Так по детям удивительно сейчас чувствуешь, Как бежит время. Да. И даже юная наша, вот, дочка Сережина, Она такая, ей 11 лет, Она смотрит и говорит, Петя, подожди, Ты же вчера только родился, Почему ты уже ходишь? То есть это не только взрослые ощущают, Когда есть маленький ребенок, Который стремительные какие-то навыки Сейчас себе накапливает И выплескивает их. У вас есть счастливых 12 лет, Потому что потом будет несколько иначе все, Но потом они возвращаются, да, к тебе. Ну да. А в 12 начинается бунт, И Месилова с родителем. Хотя вот со старшим сыном у меня этого не было. Но на расстоянии. Нет, он тогда еще был со мной. И у меня такого не было с мамой. А с Григорием было. Только вот вроде прошло. Не так давно. Он с тобой советуется, Какой-то такой задушевный разговор ведет, Про творчество. Ему же досталась все-таки мама актриса. И пока еще он показывает, Показывает, что он там делает. Это очень интимная пока вещь. Я воздерживаюсь от каких-либо советов, Потому что это может ранить, Там неправильно быть воспринято. Нет, это пока процесс очень тонкий. Надо просто любить. Все. А как ты приняла его решение стать артистом? Это сегодня самый простой путь, мне кажется. А он сам поступил и поставил меня перед фактом. Но если бы ты могла ему посоветить. Григорий не тот человек, Который принимает чьи-то советы. И вообще кому-либо прислушивается. Вот у него характер. Если что решил, Как говорил Высоцкий, То выпью обязательно. Вот. Поэтому я сначала боролась с этим, Потом поняла, что бесполезно, И расслабилась. Вот. Он не принимает никаких советов, Не... Ну это пока, наверное, Юношеский максимализм. Потом, когда он начинает уже... Когда у него в жизни Начинают происходить те вещи, Про которых ты ему говорил, Тогда он начинает думать, Ну, кажется, да, Мама, в общем, не такая старообрядческая уже, Как ему казалось. Блин, это все одно и то же. Ничего нового. Да, ничего нового. Знаешь, я, конечно, С появлением Петра в нашей жизни, Я понимаю уже примерно, Какие я допустила возможные, Не то чтобы ошибки, Но где-то от незнания, Какие-то вещи, которые... Ну, конечно, ничего не знали. Да, ничего не знали. И я скажу больше, Что даже сегодня Мы опять-таки не знаем, Как правильно, Потому что у нас был такой герой, Дима Чеботарев, Прекрасный артист, Который у нас и в экшене, Для экшена в фильме снимался. Большой артист. У него семья и дети. Вот он нам рассказывал, Как надо, на его взгляд, На взгляд его семьи Сегодня общаться с детьми. Вот я послушала и поняла, Что я так никогда делать не буду. Хотя я услышала суть, О чем он говорит, Что мы настолько детям Навязываем свое мнение С детства Достаточно категорично. То есть мы не говорим Слово «это опасно», Мы просто говорим Слово «нельзя». И вот слово «нельзя» Это же потом как триггер, А просто хотя бы Объяснить ребенку, Почему это нельзя. Я вот сейчас пытаюсь Маленькому Пете, Который, понятно, Интересуется розетками И всем остальным Петинами вещами, Я пытаюсь или отвлечь, Или все-таки все равно Донести, что Петя – это опасно. А как раньше было? Нельзя! Ну нет, я и моя мама так не делала, Она всегда объясняла, И я тоже так не делала. Ты продвинутый пользователь. Я могла просто сказать, Это нельзя. И потом выясняется, Что это не работает. Ну опять, не жестко нельзя, Но всегда надо... Серьги лезутся розетки. Кстати, Сережа никогда Не интересовался розетками. Вот в этом уникальность. А почему Петю интересуется? И в кого он? Я не могу разобраться. То есть он видит розетку, И он уже знает... И причем он такой хитрый, Он делает вид, Что он увидел розетку, Он знает, что это опасно, Что равно нельзя. И он думает, Так, хорошо, Я сделала вид, Что я иду сначала К этой баночке. Пожалуй, То есть он так хитрый, Вот эту логистику... Ну его задача Дойти в конечном итоге До розетки. И он так путает, Как он может сейчас. Это уже смешно. Забавно, да. Ты занимаешься спортом? Я стараюсь. Но я не могу сказать, Что вот есть люди, Которые занимаются спортом, У которых... Сейчас ты мне расскажешь, Но сначала тебе быстро расскажи. Вот Фанни Студия, Не знаю, ты слышала. Нет, это что? Вот я расскажу. Фанни Студия, Это моя студия, Которая я во время, По-моему, До пандемии, Но во время пандемии Она не умерла, И сейчас она развивается прекрасно. Просто во время пандемии Закрылась половина всего. Пилатес и йога студия. О, чудесно. С разными практиками Тебя там ждут. Это недалеко, Это гранатный переулок, Это даже летом В шаговой доступности. Я хожу пешком много. С удовольствием. Слушай, пешком Тебя там подальше сертификат. Это прямо кстати. Я собралась Включить в расписание. Это прямо идеально для тебя будет. Что ты сегодня делаешь? Какими активностями занимаешься? Как ты в такой форме шикарной? Слушай, Ну, сейчас я приехала с лыж. Я ездила на лыжи кататься. И это, конечно, Очень хорошая нагрузка. И я прямо очень люблю лыжи. Обожаю. Ты куда ездила? Я ездила во Францию. Вот. Ну, конечно, этого мало. Но я порадовалась тем, Что у меня ничего не болело. Вот ты, значит, Катаешься после долгого перерыва. И потом на следующий день Народ там вот так вот лежит. Нет, этого не было. И очень хорошо. У меня очень продвинутый уровень катания. Все у меня как бы с этим хорошо. И доставляет большую радость. Летом я живу на даче в Крыму. И вот там у меня настоящий Прям такой вот образ жизни дикарский. У меня море. Это вот сто метров вниз. И там у меня лодка, доски, Весла, маски-ласты. И я каждое утро, Еще до завтрака, Я спускаюсь и делаю громадный заплыв В ластах вот прямо там. Это не боишься? Километра на два. Нет, я не боюсь медуз. Я боюсь их. Хотя пару раз я прямо вот так вот Лицом вот так вот впилилась В эту медузу. Но ничего, глаза у меня в этот момент Были закрыты. Лицо слегка обожгла, Но это не страшно. А еще я плыву на спине, И вдруг понимаю, Что меня кто-то обнимает. Самое смешное, Света, Что я подумала, Что кто-то из соседей заплыл, И так со мной шутит. Коля! Поворачиваюсь, А это здоровенная медуза. Вот. Но ничего. Знакомая? Я даже не могу. Мне просто отвратительно. Ну почему? Они такие красивые, Света. Они не отвратительные вовсе. Они очень... Ты вообще экстремал какой. Нет, я такой биолог. В душе поганые. А какого размера была эта медуза? Ну такая. Вот такая у нее голова, И ну такие щупальца. Она прям тебя... Ну она вот так вот, Как-то так вот. То есть щупальца у меня были вот тут, Вот вы красные. А она обожгла тебе? Ну это черноморские, Они не такие зверские, Как в Средиземном море. В Средиземном море. Там вот такая, Она просто до килоидных рубцов. Эти наши мирные. Они очень любопытные. Вот ты спускаешься, Вот они, допустим, Где-то на таком, На расстоянии. Они от пирса. И я вот спускаюсь на заплыв, И ровно я ставлю ногу, Вот как бы на ступеньку в воду, И они прямо ставят. Ты поприветствовала, Алена. Они начинают ко мне плыть, Смотреть, что там происходит. Я так, знаешь, За голову одну, вторую. Идите в баню, Дайте пройти. Это просто какой-то один, Вот в августе, Вот есть сезон, Когда они, наверное, На любовной утехе приплывают к нам. Размножатся. Размножатся. Не, у нас там целый зоопарк. У нас там есть водяные змеи. Где она живет? Что это такое? Это природа, зайка. Это не бассейн. Там живут все. Бакланы. Бакланы, Водные змеи, Они какие-то ядовитые? Нет, они не ядовитые. Это водяной уш. Он там пытается Этой рыбешкой. Ну, куснет тебе разок-два. Ну, слушайте, Даже ядовитые змеи, Которые сильно ядовитые, У них ядовитые зубы Вот здесь. Чтобы они тебя укусили, Ты должен им палец засунуть Прямо в пасть. Ну, никто так не делает. Поэтому это... Поскольку я еще и дайвер, Поэтому я знаю все вот эти... А вот как тебя так заносит? Вот ты дайвер. Ну, мне нравится. Девушка стала дайвером. Как у тебя погружение? Светик, понимаешь, Я в детстве у меня был Любимый писатель. Это Жюль Верн. Всех он был? Все. Но мне же при этом не занесло Погружаться. А я вот все это воспринимала Вот как таинственный остров. Как они на острове. Они их выбросило. На воздушном шаре. И потом они как они выживали На этом острове. Как строили гранитный дворец. Изобретали порох. Там варили мыло. Шкуры. Там все. Это так было увлекательно. А ты дружил с мальчишками в детстве? С кем ты сегодня из артистов дружишь? С Сережей Мазаевым Мы достаточно часто общаемся. С Денисом Клявером. У него работает мой брат гитаристом. И с Катей Шпицей. Мы с ней познакомились на Кинотавре Уже лет 10 назад. И мы прям подружились. Хотя она мне по возрасту годится в дочери. Но вот она прям такая подруженция. Очень хорошая. Со всеми остальными артистами Ну когда мы встречаемся, мы радуемся. Но так, чтобы мы встречались отдельно. Или как-то там постоянно. Кто твои друзья? Кто твои сегодня самое близкое окружение? Твоя семья? Ну, моя семья, конечно же. Ну, есть у меня пару подруженцев тоже, которые не артистки. Но есть из детства друзья кто-то сохранился? Из детства нет, потому что они в Минске. Вот моя двоюродная сестра, она в Крыму. Там, где моя дача, в Керчи. Вот это да. А ты сейчас туда ездишь отдыхать? Конечно, да. То есть я не то, что езжу отдыхать. Я там уезжаю туда на лето. Это там моя база. А то работа. И оттуда уже я работаю. Нет, ну подожди. Сейчас же там два дня туда на поезде. Нет, сутки на поезде. Это все не так страшно. Ты на самолете пока длительный. Ну, это просто чуть меньше по времени. Ну, привычка уже. Это просто привычка. Ты прямо на все лето туда уезжаешь? Да, я на все лето туда уезжаю. Оттуда уже езжу на гастроли. И, собственно, это... Ну, это просто стало более как бы энерго... И физически затратно. Потому что если куда-то лететь, надо ехать на машине в Сочи 9 часов. Да? И потом садиться на самолет куда-то лететь. Ну, это просто физически стало тяжелее. Ну, как бы... Условия меняются. Я всегда себя тренировала... На гибкость. На гибкость, да. Что я могу в любых условиях... Вот эти все жульверновские, кстати. Это очень сильно меня вот сформировало мой характер. Честно. Ну, видно, и мой. Потому что я очень гибкая. То есть я помню вот эти характеристики, что не надо страдать, а надо как бы... Да, что страдать? Ну, наоборот, и вот хорошо в поезде, конечно. Ну, взял с собой кучу книжек. Сейчас интернет там или скачал кино. Чего-нибудь тебе плохо? Отлично, да. Вообще прекрасно. Вообще прекрасно, конечно. Раз подошли к кино, у нас есть такая рубрика, где герой рекомендует книгу, фильм, путешествие. Можно все. Нашего зрителя. Там сейчас... Друзья, знаете, это вот есть еще очень такой... Интересный как бы предлог перед этим. Когда вот меня спрашивают, а что тебе подарить, например, на день рождения? Мне сразу хочется задать встречный вопрос. А на какую сумму я могу рассчитывать? И тоже вопрос по части путешествий. Опять же, на какую сумму вы можете рассчитывать? Вот, кстати, мой младший сын Гриша совсем недавно сделал гениальное путешествие. Он купил билет на поезд, заметьте, Москва-Владивосток и назад. Он взял с собой камеру, там все, и он снимал вообще, снимал кино. Он придумал снять кино вот про людей. И вот за эти две недели, куда он ездил туда-назад... А он там не остановился? Ну, во Владивостоке он там на дня три, по-моему, да, он остановился и как бы приехал назад. Он сказал, что ощущение, что он прожил несколько лет жизни, потому что он никогда не встречался с такими людьми, с такими интересными, с такими разными, вообще с таким количеством информации, чувств вообще. Он просто приехал и говорит, я приехал другим человеком. Вот опять же, вы говорите, вот я советую такое путешествие, я вот еще как бы... Сама не попробовала. Сама не попробовала, но мне очень интересно на самом деле, конечно же. Если ты просто едешь, вот без всякой цели, конечно, в Владивосток, Москва, там, отлежишь себя все бока, безусловно. Но если у тебя есть цель, это увидеть, вот, увидеть людей, понять их, понимаешь, попытаться это все... Потому что у него была цель, он, видно, снял какой-то свой тюдс или кино. И это такой творческий еще порыв, но интересный. Очень интересный. А соцсети ты ведешь? Да, веду. Ну, я... В соцсети, громко сказано, я веду Инстаграм. Ну, она тебе помогает? Я так и понимаю, что это площадка, которая помогает как раз в релизе и в продвижении продуктов. Да, это площадка, которая... Которую я стала вести, сначала долго не понимала, зачем это мне надо, а потом решила, что это будет как мой дневник, что потом я действительно легко вспоминаю, что было в моей жизни. Это не бизнес-аккаунт, когда делают что-то для того, чтобы потом это принесло какой-то доход. Нет. Это дохода денежного, этого никакого мне никогда не приносило. Но то, что я могу транслировать то, что я хочу, свои взгляды, воззрение, музыку и все остальное, то это да. Зарабатываю я другим способом. Поэтому и рекламы у меня там нету, и вообще как бы вот так. Если я что-то делаю там, кого-то рекомендую, то потому что я этого хочу. И я на самом деле, кстати, очень сильно поддерживаю отечественного производителя. Я тоже. Потому что сама им являюсь. И вот мне хочется, чтобы как бы у нас было все хорошо. Вот когда люди хорошо что-то делают в нашей стране, я прямо готова их вот так вот выносить. А как ты относишься к хейту? Много ли у тебя там добрых людей? Ты знаешь, надо сказать, что немного. Вот немного. Но ты им отвечаешь, если какой-то человек грубо как-то напишет? Ну, если совсем какая-то грязь грязью, я это просто... У меня нет человека, который это мониторит, я это все делаю сама. То есть я все это тоже читаю. Совсем мерзость вытираю, но это воспринимаю не более, как вот птичка нагадила. Ну, ничего страшного, и нагадила, и нагадила. Надо убрать. Иногда меня пропирает, и я отвечаю очень смешно. И тогда это становится фан прямо такой, и народ дальше читает эти комментарии, и лайкает то, как я отвечаю. Чаще всего тот человек говорит, я не это имел в виду, Ален, простите. Да нет. Я заметила, что люди специально заводят аккаунты, в которых ноль публикаций, это для того, чтобы писать гадости. Ну, как выглядит этот человек? Как ты его видишь? Как правило, там котик или какая-то фигня. Или букетик. Да, что-то. Или закрытые. Или мама трех ангелочков. Ну, или закрытые... Нет, это всегда закрытые аккаунты. Да-да-да, я понимаю. Это самое, да. Ну, ты знаешь, я понимаю на самом деле, мне искренне жаль людей, которые не знают, каким образом нужно сбрасывать там стресс и негатив. И они думают, что таким способом, вот когда там напишут мне какую-то гадость, что может им становится легче в этот момент. Если это так, то на здоровье, да. Я понимаю, что артист – это мальчик для битья, а это вот как клоун, да, в цирке. Вот его там пихают, бим-бом, под задницу ему дают, он там падает, рыдает, всех охочет. Это моя профессия, я ее выбрала и к этому отношусь совершенно как, ну, издержки профессии. Ничего страшного. Вот. Но надо сказать, что как бы их все меньше и меньше. А еще у меня, знаете, любимое занятие. Это я заложу в гардеробную и, значит, так, эту майку я не надевала там два года на отдачу. Это туда. И я вот разбираю, раскладываю. И это чистка, чистка закромов. И потом обязательно там, ну, раздаю вот эти вещи и чувствую себя при этом очень хорошо. Это прямо тоже вот такое какое-то... Ты понимаешь, если ты что-то купил новое, ты должен что-то отдать обязательно. Нет, у меня так не получается. Не получается? Не отдаю? Не отдаю. Нет, я много отдаю, но я люблю... Много коплю. Ну, я не коплю. Эти вещи у меня живут. Допустим, вот это Демильмейстер 92-го года. У меня тоже есть такой. Ну, то есть у меня есть вещи, которые я ношу, и все. И вот я это уже не куплю нигде. Да. А я прямо шла к тебе, а это для Алены. Прям я в Лондоне это покупала. У меня остался такой же вот с 93-го костюм Николь Фарри. Ну, вот. Ну, так остался уже. Да, остался. Этот... Нет, какие-то вещи, безусловно. У меня еще есть комбинезон Кристиан Диор. Такой кутюрный. И самое главное не меняться в размерах. Там есть одно правило. Вот у меня есть вещи, которые сидят немножко по-другому, и тут я уже задумываюсь отдать. Но тут возникли эти юные Веры, Маргоши. Я думаю, а куда отдавать? Вот целая армия девочек растет. Конечно, да. И уже юная так просто. Она такая высокая. Худенькая, но высокая. Я так смотрю в вас, думаю, какая-то знакомая вещь на юне. Она говорит, Свет, я у тебя взяла, ты же не против. Тут мы пошли в театр, а я смотрю, думаю, когда мы ей купили Прада. Лофера. Она говорит, Свет, мне просто к этому плачу. Вот только они подходят. Я говорю, юная, они же велики. Ну, не надо. А у нее там типа 37 с половиной, а у меня 39 с половиной. То есть чуть-чуть велики, то есть видно, что она идет. Но она говорит, немного велики, мне нормально. Ну что, японки носят там на два размера больше. У тебя наверняка были какие-то творческие кризисы, возможно, даже выгорания. Вот как с ними ты справлялась? И что для этого можно сделать? Старым проверенным способом надо сходить налево. Отлично. Все, работает? Вот когда я в какой-то момент я вот сижу и думаю, ну что за жизнь? Останкино, аэропорт, сцена, аэропорт, дом. И вот ты просто как осел вокруг. В моей жизни ничего не происходит. Я даже писать ничего не могу, потому что ничего не происходит. Я не встречаю людей, я не вижу жизнь. Организаторы, музыканты, операторы, режиссеры, все. Вот о том, что мысль материальна, опять же, буквально через пару дней раздается звонок. Игорь, здрасте, Алена, это вам из театра школа современной пьесы, вот, Иосиф Рейхельгаус. Мы хотим вас пригласить. Вот у нас есть для вас очень интересное предложение. О, Господь услышал мои молитвы. Я прихожу, и в результате всего я вот два сезона я отыграла в постановке «Чайка», настоящая оперетка. И это было прекрасно. Ну вот я наигралась. И ты когда уходишь в другое, ну, уходишь к другому, то период заканчивается. Ты думаешь, что муж, муж, оказывается, был не такой плохой, как тебе казалось. Друзья, простите, это чисто словесный оборот. Это не про мужей буквально. Это не про мужей. Это образ речи. Это образ. Я, например, же писатель. У меня две книжки. Ты вошла же с книгой. Я говорю, не, подари мне ее. Дарю тебе ее в кадре. Вот книжка, называется «Счастье без правил». Это такой сборничек рассказов на различные темы. Если я пишу песни, то почему я не могу писать прозу, когда меня спрашивают, а почему это вы пишете книги? Ну, говорю, да вот так. То есть получается, что как твой совет, я упрощу. То есть надо переключать интересы в разные сферы. Лучший отдых – это смена деятельности. Реально. И когда ты тут устаешь, ты должен просто начать делать что-то другое. Я даже пошла, поучилась один год на высших режиссерских курсах у Хатиненко Владимира Ивановича. А сейчас Сергей там учится. Какой молодец. Какой молодец. Когда ты училась? Ну, когда. Сейчас закончила? После пандемии сразу. Я не закончила. Я ушла в академку, потому что… Так возвращайся. Да, закончи. Смотрите. Чтобы учиться на высших режиссерских курсах, ты должен много снимать. Да. Чем занимается Сережа? Но поскольку моя основная деятельность… Музыка. Она сейчас бурная. У меня много работы, много концертов, много идей музыкальных. Ты успешный артист. Говори, как есть. Да, я не могу… То есть мне нужно эту профессию закончить и полностью переключиться на другую. Там много заданий. И она, на самом деле, очень трудозатратная. То есть это… Вот профессия режиссера это самая, я считаю, сложная профессия из всего, чем я когда-либо занималась. Потому что там задействовано очень много людей. Да? Очень большие бюджеты, за что ты несешь ответственность тоже. Улыбалась. Песню. Вот ты написал… Не ты, а мы. Нет, не мы, а ты. Да, да. Вот написал ты песню. Ну, записал ее. Это не так дорого. Даже если она не выстрелила, это никому от этого неплохо. А прикинь, ты собрал бюджет и снял какое-то… Ты же не знаешь, да, и снял не то. И дальше тебя начинают убивать. То есть это большая ответственность. Я преклоняюсь перед вообще хорошими режиссерами. Что мне это дало? Я стала понимать, как это все делается. Это мне помогло в моих каких-то введениях даже соцсетей, там, что-то снимать по-другому. То есть знание, на самом деле, это сила и большое удовольствие. Если вдруг у меня случится, не дай бог, просад в моей основной деятельности, я вернусь к учебе. Почему я поняла, что ты там учил? Ты прямо говоришь. И вот, кстати, я прям понимала, что ты сейчас скажешь. Да, сейчас это скажу. И дальше я понимала, что ты учился у Хатиненко. Думаю, ну это будет полный абсурд, но я это почувствовала. Что-то… Да, и меня… Может быть, у вас похуже… И меня очень… У меня хвалили. Но ты знаешь, что… Да. Иван, что-то потрясающе. Что мне еще? Мне гораздо легче писать сценарии, потому что я, конечно, мыслю… Я вот так мыслю. Видеть это все сразу картинка… То есть словесный образ, который передает картинку, мне это дается просто на 3.15. А вот картинка, которая передает массу ощущений, с этим немножко сложнее. Вот этот переход. А ты сценарий пишешь? Сценарий пишу. Вот. Знакомьтесь, Сергей. А-а-а-а. Он еще сценарист. Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. На самом деле, у меня… Может быть. Вот реально, у меня есть куча заготовок уже где-то там расписанных, дописанных. Вот. И я подумала, что возможно, возможно, вот эту, как бы то, что сильную мою сторону, мне лучше ее довести до ума, нежели заниматься с нуля не очень все-таки, как выяснилось, сильной стороной именно перевода зрительного в эмоциональный. Что-то я загнула. Давайте займем мой телеграм-канал, что приятно, но вполне ожидаемо, так как эти люди подписаны на меня, мы с тобой похожи. Они рассказывают, как это красиво, как это великолепно. Говорите, говорите. Да, в общем, море любви. Как-то мы отдыхали с моими друзьями, но у них были дети, вот мальчики лет 12 как раз. Ну, и мы там, значит, это было на Маврикии, мы там бегаем в купальниках, и, значит, подходит ко мне вот один из мальчиков, говорит, Алена, вот ты не скажешь там что-то, что-то по поводу там какой-то лодки, он меня спрашивал. Я так начинаю говорить, а в это время второй мальчик, он говорит, а на самом деле его интересует размер вашего лифчика. Это вообще смешно. Так вот ты сейчас сказала. Сейчас вопросы. Вопросы. А на самом деле, друзья, что вас интересует? Я думаю, всегда интересует личная жизнь. Твое сердце сейчас не свободное. Да, оно давно не свободное. Вы хотели это знать, слушайте, давно и наверняка. Да, друзья. Так что, наверное, вот эти перемены мужей они закончились более. Уже как лет 15. Ну вот, лучше быть одной или замужем. А это зависимость, как бы, что вы ставите? Какую цель вы перед собой поставите? Я на самом деле не вижу ничего плохого в том, чтобы быть одной. Реально. Вот честно, искренне. И слава богу, что общественное мнение, оно все-таки сдвинулось с этой мертвой точки. когда оказалось, что если женщина одна, она прям какая-то неполноценная. Она полноценная! Вот. И я думаю, что всегда, если ты не одинок, если у тебя есть друзья, там, любимая работа, все-все-все-все, этим вполне ты можешь заменить наличие мужа. не всегда бывает, он полезен. Простите, дорогие мужья, это не о вас. Давай, вот в копилку рекомендации. Какая музыка нравится Алене? Ну, я бы сказала, сегодняшняя Алене. Что ты порекомендуешь послушать нашим зрителям? Слушайте, я вообще рекомендую не останавливаться в каких-то узких рамках, а вот слушать просто вот как бы все, что вот что-то новое, интересное. А то вот получается, что люди вот нашего возраста, они слушают то, что они любили в молодости. Вот я любила вот это, я это и буду слушать. А новое это все такое Г. Так вовсе и не Г, на самом деле. Очень много интересного. Что я люблю слушать? Слушайте, я настолько слушаю все подряд, что мне даже сложно. Я слушаю рэп, хип-хоп, потому что мне нравится вот как бы мне нравится все в этой музыке. Она для меня очень ритмична, она очень многообразна, она для меня очень классная. Это даже не музыкой сложно назвать, это ближе к литературному жанру, кстати. И вот это... Ну как бы артистов российских ты можешь порекомендовать? Ну офигительный, конечно, опальный оксимирон, да, вот просто офигительный. Вот это у него прямо очень это все круто. Я понимаю, что молодежь должна все не спровергать. Вот она будет по-любому. Будет тут просто гениально райский сад, они его будут не спровергать, потому что такова человеческая природа. Они должны это все двигать. Безусловно. Я, кстати, хочу сделать рэпальбу. Почему? Это мы все ведем. Вот это будет уже. Класс. Вот это будет весело. Ну, потому что это же не более чем жанр. Ты транслируешь, просто ты транслируешь под определенный бит вот свое, как бы, все, что ты хочешь сказать. Вот ты можешь сделать в этом стиле, можешь сделать в таком стиле, можешь... в любом, но суть от этого не меняется. Это как одежда. Жанры для музыки это одежда на самом деле. Поэтому мне всегда очень интересно экспериментировать и всегда интересно делать то, что я еще не делала. Слушайте. Рэп-альбом Алина Северинга. Розовый фламинго. Стоп! Только мата. Ну, кстати, по поводу мата. Давайте, между прочим, я еще не высказывалась на эту тему. по поводу мата. Я думаю, что появление мата в общественном поле именно обусловлено тем, что молодежь должна, опять же, не спровергать то, что было... Бунтовать. А поскольку все ирокезы, татуировки, пирсинги, все уже мы сделали, вся поляна уже выжжена. У тебя есть татуировка? Нет. Мне тоже. Когда хотелось мне сделать, я наклеила переводные картинки, походила и успокоилась. То есть все внешние проявления, которые уже были доступны, их уже все использовали. Осталось, чтобы сказать такое, чтобы у старших гениальное, кстати, выражение, которое мне нравится, это молодое поколение привнесло, пердак загорелся. Вот, чтобы он загорелся. Мат всегда очень острый и всегда вызывает острые эмоции. да, и поэтому это пошло. Я думаю, что дети вот этих детей, которые сейчас просто на мате разговаривают, они будут очень куртуазны. Они будут говорить, извините, ваша милость, не изволите ли вы, да, это в качестве протеста, они пойдут в другую сторону. И все это рано или поздно оно придет как бы к своему логическому равновесию. Равновесию, да, потому что это всегда должно быть вот жизнь вот так. Ну, конечно, когда это делают рядом с тобой незнакомые люди, это коробит. Ты позволяешь так. Да, я вчера вечером мы пошли погулять, мы с двумя собаками, с подружками идем, и стоит компания, две девушки и два парня, такие не юные, лет 30, и вдруг эта девочка говорит матом. Вот я иду, и меня аж прям корежит, потому что так странно, неуместно, она стоит своим парнем, такое красивое место, и вдруг она говорит матом. Это при этом не происходит, как там Артемий Лебедев, он тоже говорит матом, он говорит классно. А это нелепо, стыдно, я думаю, а вот как этот парень, ну, мужчины ее, вот это терпят. Ну, я предполагаю, что он так же говорит, я просто этого не дождалась. Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что просто так же и разговаривали, но определенные слои населения, а когда это как бы стало вроде общим местом и стали говорить те, которые не должны так говорить, конечно, это ужасно. Ну да, мне тоже не... А, но они не понимают, я когда своему сыну Гришу, еще помоложе, я говорю, слушай, ну это же ужасно, когда вы так разговариваете. Он говорит, почему? А что тут такого? Я говорю, вот скажи мне, пожалуйста, почему, если мы говорим о чем-то другом, отвлеченном, почему я должна постоянно слышать упоминания полового акта и половых органов? Он говорит, каких органов? Какого акта? И я вдруг поняла, что они даже не... Это как слова связки. Это просто слова, они не несут никакого смысла. Вот, понимаешь? Но я ему объяснила, каких органов, он тогда первый раз задумался, ну да, что-то как-то вроде бы... Вроде бы нет. Вроде бы нет. Вот это такая штука, она как бы... Ей надо уметь пользоваться, потому что, если не умеешь, это выглядит наоборот. Ну, мне кажется, этим надо... Это часть языка, безусловно, сказать, ой-ой-ой, мы не такие. Нет, мы тоже это используем, но это все в контексте. Это тоже как... Если ты выходишь с утра с размазанными глазами вчерашней туши и в вечернем платье на каблуках, то как-то это вот неуместно на завтрак, если ты в таком виде появляешься. И добавляешь еще остроты. Неуместно. Иногда это очень смешно. Вот про Артемия Лебедева это реально смешно. А ты знаешь, когда мы с ним писали программу, он пришел на съемки и практически сразу спросил, а он же в жизни не разговаривает матом, у него особо в лексиконе нет матерных слов, потому что мы там периодически где-то встречаемся, даже и по работе. А он меня спрашивает, а можно ругаться матом? Я говорю, ну ты можешь, как тебе вот комфортно хочешь. Ну я не ругайся, но если тебе ок, то давай, это же твой жанр. Я не хочу вмешиваться. И мне как помнится, он типа пару раз вначале что-то сказал, и как будто это правда было неуместно, и он закончил так говорить. Да, это правда. Ну не потому, что я была против, ему самому было не к месту. Да, не к месту. Понятно, я, конечно, никогда не смогу, там, я люблю всякие анекдоты про поручика Ржевского, но я не представляю, что я могла бы со сцены, например, рассказать. А сейчас можешь рассказать анекдот? Какой-нибудь твой любимый анекдот от Алены Свиридовой. Поручик с Корнетом стоят на балу, в уголке оглядывают дам. И Корнет спрашивает, скажите, поручик, а вот, вон, княжна Р, она берет в рот? Поручик, погодите, ну-ка, ну-ка, берет. Интересно. А вот, а графиня С, графиня, и графиня берет. А неужели, вот, там, княжна Н тоже берет? Ну-ка, подождите, подождите, что-то сейчас я ее не вижу. Ага, что-то на спиной стоит, сейчас пернется? Да. И она берет. О, поручика, а как же вы это узнали? Ну, как узнал? Рот есть, значит, берет. Идеальный. Это репризами, да песнями. Я понимаю, что человек это настолько многогранное вообще существо. С одной стороны, я очень нежная, ранимая, тонкая, а с другой стороны, я люблю анекдоты про поручика Ржевского. И вот, солдафонство иногда во мне как бы тоже присутствует. И различные другие качества, так же, как во всех остальных людях. Поэтому, ну вот, мы такие все многогранные, что это нужно всегда учитывать. Потому что люди воспринимают как нечто, особенно артиста, как нечто такое вот, какое-то такое плоское. существо. Ну, ты знаешь, Алёна, я же знакома практически, к сожалению или к счастью, со всеми артистами поколений 90-е, 2000-е, и многие из них мои друзья. Но ты всегда особенная была. То есть, в тебе никогда не было какой-то пафоса или какой-то звездности. у тебя никогда не было в личном общении, потому что люди иногда... Я даже не могу их за это обвинить, потому что когда ты на пике своего успеха, иногда просто физически сложно сохранять свое, может быть, ну, истинное лицо, потому что очень много внимания, иногда это даже выглядит порой снобски, но это даже не про снобство, а про какую-то защитную реакцию. Алёна, в тебе этого не было? Никогда. Ну, я это никогда не чувствовала, и я человек внимательный. Мы с тобой не только пересекались, знаешь, когда общались, чаще всего мы просто могли быть в одном каком-то пространстве, а я могла просто наблюдать. Вот в тебе этого никогда не наблюдалось. Вот это мой комплимент тебе, потому что это сохранить человеческие такие настройки, это порой самое сложное. Но всё-таки я стала известной уже в более-менее нормальном возрасте, в зрелом. Это не в этом. Ну, а потом, знаете, просто есть такая вещь, которая помогает мне вообще существовать и переживать неприятности всяческие, переживать какой-то, если хейт, который есть, слава богу, его мало, но всё-таки он тоже присутствует. это я никогда не отношусь к себе серьёзно. Вот. И поэтому, если ты не относишься к себе серьёзно, то тогда тебя не могут с этого пьедестала свергнуть, поскольку ты сам туда себя не ставишь. Ты находишься среди всех. Какое право ты имеешь как бы ставить себя на какой-то пьедестал. потому что до меня жили гениальные, талантливейшие люди, которые Ахматову, которые там к ней приходят в гости, говорят, Анна Андреевна, у вас есть что покушать? Она говорит, да, да, конечно. Открывает холодильник, а там одна варёная морковка лежит, как бы, и всё. Стола письменного нет, она пишет на подоконнике. Цветаева, который... Короче, мы можем перечислять у людей, которых были мега талантливые, у которых была очень тяжёлая судьба. По сравнению с ними, моя жизнь это просто рай. И всё остальное, что со мной происходит, это такая ерунда. И вот это позволяет мне как бы чувствовать себя абсолютно ну как бы вот в здравом уме. Надеюсь. Очень много вопросов и всегда интересуется, как ты ухаживаешь за собой, как-то так хорошо выглядишь, при том, что у тебя такой ритм жизни. Ты же не... У тебя столько всего в жизни, ты же не спишь, наверное, сутками дома. Сутками я не сплю, но, во-первых, я люблю рано вставать. Ты жаворонок. Я жаворонок. И я не верю... Вот вы меня стреляете, я не верю ни в каких сов. Выключи вам электричество, и все будут жить по биологическим часам. Человек не ночное животное, у него нет ночного зрения. Сколько ты ложишь? спать? Ну так. В одиннадцать. В одиннадцать я хочу вот, ну, чтобы там в полдвенадцать я уже отрубаюсь. На самом деле, я вот ложусь так, выключаю кнопку, и меня нет. Класс. Вот. Когда я рано встаю, летом вообще я встаю часов в пять. Вот как солнце вместе с курами. Куры проснулись, и я с ними. Куры легли, и я с ними тоже ложусь. В это же время практически. И у меня куча энергии по утрам. Вот реально. И никто меня не отвлекает. Я все дела делаю с утра. Вот. Что-то писать, что-то там планировать, что-то там снимать, что-то думать. Вот. Ночные гульки меня не интересуют. Я люблю танцевать, но, к сожалению, в Москве практически для меня это нереально. Сейчас с развитием мобильной связи обязательно тебя кто-то заснимет, и ты будешь об этом все время думать. Поэтому... А почему ты будешь думать? Какая разница? Если ты... Ну, в чем проблема? Ну, во-первых, я не доживаю до клубной жизни. Она построена для того, чтобы люди употребляли стимулирующие вещества. Она поэтому так поздно начинается. Надо отдавать этому... Ну, как бы понимать, почему это так. Если бы, кстати, танцы надо сделать. Хорошая идея. Начинались часов восемь. Я бы там была каждый день, друзья мои. Каждый день бы ходила. Да, но в час или в два я уже сплю сладким сном. Не могу я так себе позволить. Я не люблю застолья. Вот это взрослые развлечения, это сесть за столом, сидеть, бухать, есть и разговаривать не для меня. Я вот как уже наемся сразу и мне уже скучно становится. Я не могу. Поэтому, может быть, я много хожу, опять же, я не езжу на машине, да, стараюсь все время ходить пешком. Я езжу на велосипеде в Крыму. Большие расстояния. Это твой? Это мой. Но это московский. Получается, что я на нем мало езжу, я уезжаю сразу, когда хорошая погода, туда. Там прямо езжу, как зверь на этом велосипеде. И, наверное, произвожу впечатление такое городское, сумасшедшее, потому что хожу в этом шлеме. Я езжу прямо по трассе. Использую это как машину, велосипед. То есть ты прямо очень сильно находишься в физической такой активности. У меня хороший обмен веществ. Я не курю. Выпиваю крайне редко, когда хочется иногда шампанское, красное вино, что-что-то. Могу водки тяпнуть иногда под борщ с салом. Но в основном, мне кажется, люди начинают стареть, когда они прекращают двигаться. я очень много двигаюсь, когда они прекращают генерировать много новых идей, когда они прекращают учиться чему-то новому. Вот пока ты это все ешь, пока ты это все делаешь, ты вот прямо твоя машина, она хорошо работает. А потом она так пробуксовывает. Я иногда вот смотрю на людей, я вижу прежде всего не возраст, а вижу нездоровье. Вот честно. Я смотрю и понимаю, что человек вот нездоров. У него мешки отечность, вот эта фигура. Я вот вижу, что у него не все хорошо. Что его надо как-то... И действительно, это прежде всего здоровье, когда ты полон сил, полон энергии, когда ты можешь легко бегать, прыгать и даже не замечать вообще того, что ты что-то там делаешь. А какой твой идеальный день? Вот давай, день, когда у тебя нет работы, ты принадлежишь сама себе. Я встаю рано. Во сколько? Ну, допустим, в Москве, ну, часов 7 в Москве, да? Душ, который я заканчиваю всегда ледяным. Вот, прямо ледяной душ. Я этим давно, кстати, занимаюсь, уже год 4. И сколько я об этом не говорю, что я это делаю, это полезно для здоровья, для иммунитета, у меня нет последователей, света. Ни один человек ко мне не примкнул. Все говорят, что, холодная вода с утра? Не, 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 не. А если бы знали, как от этого ты сразу такой, прямо, и вот даже если ты встал какой-то слегка сонный, ты потом просто, орел, растерся полотенцем жестким, чисти зубы кирпичом называется. Да, и кирпич, обязательно кирпич, ребята. И вот, как бы я фактически в трусах, то есть, мне очень нравится еще ходить, это для вояристов, голым по квартире, да, это позволяет, в принципе, наличие растительности у меня на окнах, чтобы меня не сильно видно, и вот открывать окна везде, и вот на этом таком, на свежем воздухе, потом я говорю, Алиса, поставь музыку для тренировок, и делаю зарядку. Я могу спуститься сюда в студию, тут тоже там повисеть на шведской стенке, у меня тут есть, есть пару тренажеров дальше, вот, ну, зарядка обязательно, и мне всегда сразу хочется выйти на улицу, вот прямо не важно, какая погода, я себя придумаю, а я иду там в 7 утра в магазин, например, что-то мне надо купить, да, или просто, если хорошая погода совсем, я тогда иду, вернее, я бегу, я бегу через Патриарший мост, и я бегу в Парк Горького, и делаю большой круг, и, ну, где-то я бегаю так, ну, около часа, да, и прибегаю, вот, тоже мне очень хорошо, я прямо прибегаю с таким румянцем, вот прямо кровь, она бурлит, я чувствую себе, вот, силу богатырскую, потом, что я обычно составляю, ну, какой-то план у меня уже составлен на день, я там что-то делаю, какие-то звонки, какие-то, ну, что-то нужно сделать такое теоретическое, потом, я могу поиграть на чем-нибудь. Это твой день, вот, идеальный твой день. Идеальный, да. Погулять, поиграть, почитать, а если еще, как бы, вечером концерт, тоже прекрасно, потому что... И попеть. И попеть заодно. То есть, у меня вот развлечения, они остались вот, на этом, как бы, уровне, да? Ну, хорошо, хобби у тебя есть. А у меня все хобби. Все поняла. То есть, ты работаешь и любишь свою работу. То есть, все вещи, которыми я люблю заниматься, мне прямо хочется и еще больше этим заниматься, и снимать мне хочется. Короче, как это, драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота, за кружок по рисованию тоже все голосовали. А Мария Ивановна сказала, выходи, я вчера из зала, драм-кружок, кружок по фото, это слишком много, что-то выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок, так я и выбрала по фото. В общем, это все как бы про то. Ой, вообще, Алена, конечно, огонь. Завтра я тебе позвоню и скажу, Алена, я начала обливаться холодным душем. Светка, я вот, а давай, а давай, давай с парнем. И мы станем с тобой еще больше похожи. Больше похожи. А я тебе скажу, как надо правильно делать. Надо с ног начинать. С ног? С ног. Это издевательство. Нет, наоборот. То есть постепенно? Ты постепенно с ног выше, 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 и только потом. А голову ты как раз делаешь? Нет, голову я не делаю вообще. Я только вот отсюда как бы это делаю. Этого достаточно. И умываюсь холодной водой. Вот. А все остальные там пройтись. Знаете, как я быстро хожу? Меня, чехвостят вот все, кто со мной имел неосторожность пойти. Света постоянно на меня ругается. Она говорит, Свет, куда ты несешься? Куда ты несешься? Это я. А я не несусь, я так хожу. Я тоже самое. А я? А я? А я? Ну так оно и есть. Сережа, ты представляешь меня. Так и я тоже. А ты и я? Я бы знала, что она уже ругаешься. Мы пойдем, наверное, уже, а мы поговорим. Хорошо. Ален, спасибо тебе большое. Классно? Классно. Да, Светик, я очень рада тебя видеть. Я тоже. Серьезно. Это... А-а-а-а!